Здравствуйте, дорогие друзья и коллеги! Мы снова с вами на канале Психфан ТВ, который всегда будет на вашей стороне, обсуждаем очень и очень важные проблемы, которые непосредственно относятся к нашему с вами здоровью. И сегодня мы расширяем круг тем, на которые мы будем с вами беседовать. Я предлагаю начать разговор на тему ожирения. Это очень-очень важная тема. И почему она очень важная? Потому что я тоже страдаю ожирением, так же, как и многие граждане нашей страны. Поэтому мы приготовили для вас регулярный выпуск Психфарм ТВ, который называется «Почему не помогают диеты?» И мы начинаем наш выпуск. Итак, что же такое ожирение? Ожирение определить на самом деле очень просто. Для этого вы берете любой калькулятор, который у вас под рукой, и делите собственный вес в килограммах на собственный рост, выраженный в метрах, но предварительно этот рост нужно возвести в квадрат. Кто не хочет возводить квадрат и не знает такого математического действия, берете свой вес в килограммах и делите на рост, выраженный в метрах, но только два раза. Что такое рост, выраженный в метрах? Например, мой рост 1,72, значит 1,72. Соответственно, мой вес в килограммах я дважды делю на мой рост 1,72. И если этот показатель у вас превышает 30, то мы с вами страдаем ожирением. Я вам скажу больше. Сейчас уже готовятся новые рекомендации, и к ожирению будут причислять людей с так называемым избыточным весом. То есть, когда этот индекс массы тела, вот этот показатель 25-29,9. Более того, если у вас избыточная масса тела, но уже есть какие-то осложнения ожирения, например, гипертоническая болезнь, то вас тогда будут причислять к ожирению первой стадии, а если у вас каких-нибудь два осложнения тяжелых, то и к второй, и даже третьей могут причислить к стадии ожирения. То есть, готовятся новые рекомендации, которые ужесточают все эти подходы. Почему это так? Потому что с ожирением никак мы не можем бороться. У нас это не получается. И я думаю, что у нас это не получается по одной простой причине. Никто не знает, почему мы много жрем. Извините меня за это непарламентское выражение. Многие думают, что ожирение возникает из-за того, что человек много ест, и человек мало двигается. Но это не так. Некоторые думают, что человек страдает ожирением, потому что он утратил объект любви, потому что он испытывает подавленность, страх и тому подобное. Но и это не так. А что же так? А для того, чтобы понять, что так, пожалуйста, посмотрите на себя, или на того человека, который находится рядом с вами и которого вы подозреваете в ожирении. Что же вы должны в нем увидеть? Во-первых, вы должны в нем увидеть повышенный аппетит. И вот этот аппетит, он сопровождает человека по жизни. Что еще вы можете увидеть в этом человеке? Он не может контролировать количество пищи, которую он принимает. Я всегда в этом отношении привожу пример алкоголика. Вы отлично понимаете, что любой алкоголик пока все не выпьет, не уйдет. Так и человек, страдающий ожирением, может быть, он не все съест за праздничным новогодним столом, но пока он не объест у себя все вокруг, он тоже из-за стола не встанет. Значит, вот это и есть переедание. Он ест больше, чем нужно по времени, он ест больше по объему, и самое интересное, что это ему не нравится, и он постоянно совершает попытки к тому, чтобы сократить объем принимаемой пищи. Он об этом с вами обязательно будет разговаривать. Что еще вы можете заметить в этом человеке? Или даже в себе. Как только вы прекращаете прием пищи или стараетесь уменьшить объем, у вас появляются очень и очень неприятные симптомы. Сосущее ощущение вот здесь в эпигастрии. Ощущение подташнивания. Ощущение, может, даже какие-то беспокоят запоры. Расстройство желудка. И самое интересное, что у вас портится настроение. Вы становитесь раздражительным. И это замечает ваше окружающее, или окружающее замечает, что их родственник стал раздражительным. Что еще можно заметить в таком человеке? Он постепенно повышает количество принимаемой пищи. Вот здесь на слайде я специально изобразил, сколько человек должен есть. Вот столько он должен есть на завтрак. Вот это перекус, вот это у него обед, и вот это ужин. Я бы сказал, даже вот это у него ужин. Потому что все вы знаете, что ужин надо отдать врагу. Вот эти все важные признаки, которые мы можем увидеть у человека, страдающего ожирением. Он не ест ни столько, ни вот столько, и тем более вот столько, он ест вот столько. И набирает очень и очень большие тарелки. Что еще можно заметить? Он поглощен едой. В чем это может выражаться? Вот здесь две панды обсуждают смысл жизни. Одна из панд утверждает, что она, собственно говоря, смысл жизни в том, чтобы поесть, другая говорит, нет, не только поесть, но еще и поспать. Именно это и происходит у больных, которые страдают ожирением. Они стараются больше принимать пищи, и за счет этого они часто отказываются от альтернативных форм ослаждения и интересов. Но попробуйте вы человека, страдающего ожирением, например, заставить в обеденное время пройтись на лыжах или покататься на велосипеде. Вряд ли у вас это получится, зато обязательно он пойдет кушать. У меня есть один знакомый, так вот он страдает ожирением, примерно так же, как и я. И когда на отдыхе, казалось бы, свободное время можно посвящать чему угодно, экскурсиям там, купанию там, это самое, пляжу, все, значит, но этот человек настаивал на том, чтобы завтрак, обед и ужин были обязательно по расписанию. Вот это и есть некие такие черты, которые свойственны больным ожирением. И, наконец, последнее, что свойственно больным ожирением. Несмотря на то, что у них явно ухудшается здоровье, они не обращают на это внимания. Более того, многие из больных, которые страдают ожирением, они вообще-то, говоря, не считают, что они даже много едят. Они говорят, я ем как все, или я ем меньше, чем все. Несмотря на то, что у них развивается артериальная гипертония, несмотря на то, что у них болят суставы, несмотря на то, что сильно меняется их внешний вид, они все больные, но они продолжают есть, есть и есть. Что же это я вам сейчас продемонстрировал? А сейчас я вам продемонстрировал, что это симптомы на самом деле зависимости. Что такое зависимость? Зависимость это алкоголизм, зависимость это наркомания, но есть и пищевая зависимость. То есть, тогда, когда человек зависит от пищи. Это психическое расстройство. Зависимость от пищи. Причем, для того, чтобы было признано, что у вас есть зависимость от пищи, вовсе не надо все шесть перечисленных признаков. Достаточно всего трех. И тогда у вас есть зависимость. И ведь что такое зависимость? Ведь это же очень многое дает для понимания ожирения. Попробуйте алкоголику сказать, перестань пить. Он же никогда не перестанет пить. Попробуйте человеку, который страдает ожирением, сказать, перестань есть или посадить его на какую-то диету. Теперь, почему моя гипотеза это ожирение является бичом фактически нашего современного общества? Вот ученые в своей мудрости наконец расшифровали, как работает у нас там система подкрепления. Выяснилось, что она работает на двух типах нейронов. Во всяком случае, именно эти два типа нейронов описаны и идентифицированы. С одной стороны, это нейроны дофаминовые, которые дают нам удовольствие. А с другой стороны, нейроны гамкергические, которые являются тормозящими и тормозят наше удовольствие. Так вот, когда вы услышите о том, что вам повышают заработную плату, или хотя бы вас не увольняют, у вас в голове выбрасывается дофамин. Причем его довольно много. В этот момент вы испытываете удовольствие. Но потом начинается нарастание активности вот этих гамкергических тормозящих нейронов. И это удовольствие падает. И, наконец, тогда, когда вы уже, ну, например, убеждаетесь в том, что вас не уволили, или вы получили повышенную заработную плату, в этот момент вы тоже испытываете прилив удовольствия, но этот прилив удовольствия будет довольно слабый. Почему сделано так природой? Чтобы мы не были с вами рабами удовольствия. Чтобы мы никогда не направляли всю нашу активность на то, чтобы у нас в голове выбрасывался дофамин. Поэтому у нас есть тормозящая гамкергическая система. Теперь, что с пищей? Возьмите вы первобытного человека. Ему подолгу приходилось голодать. И вдруг этот человек из своей пещеры увидел мамонта. Пища идет, можно поохотиться, будет еда, в этот момент выбрасывается дофамин, и он испытывает удовольствие. Но для того, чтобы пищу добыть, для этого нужно мамонта убить. А на это уходит много и много времени. И вот в этот самый момент у нас, конечно, удовольствия никакого. Мы трудимся, работает гамкергическая система, наконец мы убили мамонта и съели его. Появляется ощущение удовольствия, хотя и меньше, чем когда мы увидели этого мамонта из окна, извините меня, или из отверстия своей пещеры. Что же в нашем мире? В нашем мире все изменилось. Во-первых, мы всегда сыты, но по крайней мере люди в нашей стране в большинстве своем сыты. Мы не должны ждать, когда будет еда, потому что она вроде всегда есть, она есть в наших магазинах, она есть в нашем холодильнике, она всегда доступна. Вроде бы здесь невозможно получить этот самый выброс удовольствия, но люди, страдающие ожирением, научились обходить это ограничение. Что они делают? Они едят внезапно, не тогда, когда им хочется, а именно внезапно, за компанию, просто так, в одиночку. Возникло даже нет никакого желания, они подходят к холодильнику, достают оттуда пищу, зачем они так делают? Они таким образом обходят ограничения вот этой самой нашей системы подкрепления. В момент, когда они открывают, у них прилив удовольствия, потому что они будут сейчас есть, и этот прилив удовольствия наибольший, потому что они едят именно сейчас. Если им нужно это удовольствие продлить, то они очень просто делают. Они переедают, они кладут себе большие порции, они едят больше, чем нужно, и в этот момент тоже получают удовольствие. Итак, люди, страдающие ожирением, они зависимы от пищи, они научились обходить систему подкрепления. А что нам говорят мудрые врачи, вообще ожирением занимаются эндокринологи, они начинают играть с больными в диету. Ведите дневник, считайте калории, но ведь пациента специально обходит эту систему подкрепления, чтобы получить удовольствие, и поэтому он начинает валять ваньку. Больные говорят, я ничего не ем, я ем меньше других, но они худые, а я толстый, диета дорого стоит, нельзя похудеть без фруктов. Он вам будет накручивать совершенно огромное количество возражений, но никогда не пойдет на нормальную диету, потому что он испытывает удовольствие от переедания, от приема внезапного пищи. Он зависим. Поставьте вы на место человека, страдающего ожирением любого алкоголика и попробуйте ему сказать, давай будем соблюдать алкогольную диету. Начиная с сегодняшнего дня, ты будешь пить не литр водки в день, а будешь пить всего пол-литра водки в день. Или ты будешь пить вместо литра водки в день, я не знаю, три литра пива, или еще того меньше. Он только рассмеется вам в глаза. Поэтому все эти игры в диету абсолютно бессмысленны для человека, который страдает зависимостью. Почему же тогда пищевая зависимость не входит в число общепризнанных психических расстройств? Я нашел очень интересную статью, статья американская. Она была сделана тогда, когда вводилась новая американская классификация психических расстройств ДСМ-5. Так вот, там было написано, что ожирение не включено в ДСМ-5 число психических расстройств по нескольким причинам. Первая из них нет подходящих критериев. Мне этот аргумент смешон просто. Я вам только что привел несколько критериев, по которым можно совершенно четко дифференцировать страдает человек пищевой зависимостью или не страдает человек пищевой зависимостью. Это полиэтиологическое заболевание, говорят эти знатоки. Слушайте, но в психиатрии, вообще-то говоря, все заболевания полиэтиологичны, а у большинства заболеваний вообще идеология неизвестна, то есть неизвестна причина. Мы не знаем, от чего возникает шизофрения, мы не знаем, от чего возникает биполярное аффективное расстройство. У нас есть только гипотезы, но это не мешает включать их в число психических расстройств. И, наконец, очень и очень интересный аргумент без наркотиков обойтись можно, а без пищи видеть или нельзя. Вот этот аргумент бьется, вообще-то говоря, очень легко. Если мы обратимся к рекомендациям современным эндокринологов, они нам говорят, пожалуйста, избегайте приема пищевых продуктов с высокой калорийностью и специально эти продукты перечислили. Вот они, эти продукты. И ведь без этих продуктов исключивых можно жить. Поверьте мне, я сам, когда занимаюсь диетой, я сам избегаю очень многих продуктов, и вы видите, что я живой. То есть, я могу обойтись без этих продуктов так же, как я могу обойтись без наркотиков. Итак, перед нами совершенно четкая система. Эта система заключается в том, что ожирение в большинстве случаев является психической зависимостью. И если это является психической зависимостью, то это в конце концов надо признать. Независимо от того, что психиатры не хотят принимать на себя важную роль в лечении больных ожирением. Потому что это унылое дело, это бесперспективное дело. Попробуйте лечить наркомана, попробуйте лечить алкоголика. И психиатры не хотят лечить больных ожирением но это все равно пищевая зависимость и мы рекомендуем всем ученым перестать ванне галять ваньку в конце-то концов это психическая зависимость врачам рекомендуем прекратить игры в диету единственно верная диета это любое сокращение объема принимаемой пищи которая приводит к тому что индекс массы тела падает и наконец псих фарм тв еще рекомендует пациента во первых пожалуйста признайте себя больным ожирение является болезнью не обязательно вы будете считать что вы психически болен пускай вы будете считать что вы эндокринологически болен я не против но это болезнь она будет у вас навсегда так же как алкоголизм у человека будет навсегда поэтому пожалуйста помните о том что вы лишены контроля над собой помните о том что ваша зависимость более тяжелая чем зависимость от алкоголя с алкоголем можно уменьшить контакт но например жена посадила своего мужа закрыла его в квартире у него нет контакта с алкоголем но когда вы находитесь в квартире вас всегда будет контакт с пищей вам же не закроют холодильник на замок можно избежать контакта с наркотой очень просто можно конечно при определенном внешнем контроле но попробуйте избежать контакта с пищей это у вас не получится человек должен есть и он обязательно есть три раза в день и еще пожалуйста смотрите выпуски психфан тв в дальнейшем опираясь на новом понимании ожирение как пищевой зависимости мы будем давать вам специальные рекомендации для того чтобы вы были здоровы еще раз хочется пожелать здоровья вам в новом году оставьте за позади себя эти самые новогодние столы и приступайте к здоровому образу жизни чего вам желает наш канал спасибо за внимание